Народ Юлию Навальную преследуют российские тролли, со слов западных СМИ. Это не я говорю, это западные СМИ. Западные СМИ, в частности французы, защищают ее, потому что, как они говорят, фейки. На нее ополчились фейковые публикации, как она. Где появляется? Ну, конечно, в объятиях других мужчин. Естественно, это самый лучший фейк, и французы решили защитить, защитить ее, потому что Юлия Навальная в последнее время, она такая стала европейская женщина. Не так давно она была в объятиях такого, ну, очень серьезного мирового мужчины, Джо Байдена. Но это были просто такие дружеские объятия. Все помнят эти новости, как Байден в отеле, так еще показали, что, ну, просто так вот они встретились. Нет, конечно, все это было запланировано, она с дочерью Байден обнимаются, все это фоткается. Конечно, ну, понятно. В общем, она была в объятиях Джо Байдена, но это все не то. А тут французы говорят, накинулись на нее тролли. Естественно, они говорят, российские, российские тролли. И во всяких соцсетях публикуют самые разные фотки, где она в объятиях, знаете кого? Чичеваркина, представляете? Я просто смеялся. Как так получилось, почему выбрали именно его, я не знаю. Но вот такие вот публикации. И, конечно, французы говорят, сейчас мы все разоблачим. Это российская пропаганда, сейчас мы вам все покажем. Давайте посмотрим, чего они там нарыли. Я даже не знал про эти публикации, если честно. Но французы говорят, нет-нет-нет, мы все показываем и разоблачаем. Юлия Навальна никак не связана с этим мужчиной, с Чичеваркиным. И она вообще вот такая вдова и так далее и тому подобное. Смотрим, чего там нарыли французы. Что за тролли, что за фейки. Так, давайте исследуем фейки самые разные. Добрый вечер. Юлия Навальна, самая последняя мишень российской пропаганды, дезинформации, сразу после смерти ее мужа Алексея Навального, сразу после похорон. Началось тут много разных лжепубликаций, тролли ополчились на нее. Российские власти тогда еще, в феврале, объявили, что Навальный, основной оппозиционер, умер в тюрьме, и сразу после его смерти начались атаки на Юлию. Смотрите, значит, что началось в плане дезинформации. Это целая кампания российских троллей, российских каких-то служб. Давайте посмотрим на все эти фотки в соцсетях. Везде они по всем соцсетям распространяются. Фейсбук и другие разные сети. Прямо несколько дней после смерти Навального и понеслась. Вот на этой фотографии Юлия стоит с мужчиной и пишут здесь, «Ой, грустная вдова в руках другого мужчины уже! Чичеваркин Евгений, этот мужчина! 49-летний богатый россиянин, и не только эта фотография с ним. Вот еще одна, ее везде тоже распространяют. Смотрите, Чичеваркин опять обнимает Юлию, и тут пишут, «О, Юлия не теряла времени, пока ее муж был в тюрьме!» И другой пишет, «Навальный сейчас в могиле переворачивается от такого!» Скажи нам что-нибудь про эти фото. Насколько они фейковые, любые комментарии. О чем это все говорит? Да, давайте посмотрим на эти фотографии. Давайте с первой начнем. Вот ее сейчас распространяют и говорят, «Юлия с Чичеваркиным!» Нет, это все не то, потому что мы нашли информацию, что это не свежее фото вообще. Вот мы нашли оригинальное фото от самого Чичеваркина. Значит, смотрите, оно было размещено еще в 21-м году, в августе 17-го года. И тут написано, что «С будущей первой леди России!» Ну, он так вот написал. И это в Латвии на пляже было снято. И Навальный отмечен здесь. То есть, все-все корректно, все спокойно, никаких интриг здесь нет на этом фото. 21-й год. А вот давайте на второе посмотрим, которое сейчас прям пиарят все. Чичеваркин обнимает Юлию. А мы нашли вот такое фото из прошлого, где Навальный обнимает Юлию. То есть, мы видим, что это какой-то фотошоп кто-то сделал. Вот оригинальное фото несколько лет назад, когда его выпустили на какой-то срок из тюрьмы. А это кто-то сделал фейк. И его размещают, вот этот вот фейк, везде просто. И обвиняют Юлию. А оригинал фото, это вообще 13-й год, а она целует своего мужа, когда его выпустили первый раз из тюрьмы. 13-й год. Поэтому вот у нас сейчас гуляют две фотки по сетям и пишут негативные комменты про Юлю. Одна, по сути, просто старая, там все четко, а вторая фейк. Да, очевидно, что Юлия в последние недели под мощной атакой российской пропаганды. Да, я вам говорю, так и есть. Сразу после смерти Навального Юлия выступила вперед, стала давать речи, выступать, говорить, что она теперь возглавляет российскую оппозицию, и все, на нее просто дезинформация полилась. И это не только после смерти мужа ее все началось, даже до, как будто кампания началась еще до смерти Навального, уже стали появляться публикации, которые обвиняли Юлию в романах. В романах, вот смотрите, на какая дата, 3 февраля, вот эта публикация, и здесь уже пишут, что Навальная Юля крутит роман, ее заметили вот с этим вот мужчиной, болгарин, журналист. И все эти публикации, ну, мы видим, что это российская пропаганда, да, мы видим, что это ведет туда. Смотрите, фейковые бронирования в отеле, как будто они отель снимали вдвоем, и мы исследовали, все узнали, потом эта бронь была отменена, то есть очевидно, что специально сделали, чтобы опорочить Юлию и показать, что, видите, видите, она с этим мужиком была в отеле. То есть все доказательства, которые появляются в сети, если проверять, то они фейковые оказываются. Ее еще обвиняли Юлию, по-моему, даже в январе, да, в январе, начали обвинять в аборте. Представляете, говорили про аборт. Очень много там всего, и все концы ведут к этой известной кампании по дезинформации, которая называется «Матрешка». Ее открыл какой-то там союзник Навального, он в Лондоне базируется, и все это ведут русские, эту «Матрешку». В общем, это кампания по дезинформации. А задача основная – это, конечно, опорочить честь Юлии Навальной. Сделать ее такой изменницей, которая гуляет с бизнесменом Чичеваркиным, с этим журналистом Болгариным, а муж там был в тюрьме, а потом умер. А она такая неверная. Да, да, очевидно, все, российская пропаганда, они ополчились против Юлии, оппозиция, фейковые аккаунты, короче, все понятно. Спасибо большое за разоблачение, теперь стало понятно. Спасибо, спасибо тебе большое. Вот такая есть передача на этом французском канале, типа нашего антифейк. Не знаю, кто у кого взял идею, может быть, наши у них, может быть, они у наших, но они разоблачают в последнее время российскую пропаганду. Постоянно про какую-то российскую пропаганду что-то там нашли, что-то там разоблачили. Сейчас вот защищают Юлию Навальную против наших троллей, как они говорят, российские тролли. Не знаю, кто кого там троллит. Когда я смотрю, на самом деле, как CNN, Fox и все эти западные СМИ искусственно пиарят сейчас Юлию Навальную, мне становится скучно. Не знаю, как вам. Потому что они это делают неискренне. Они просто, ну, используют всю эту ситуацию и пытаются, может быть, даже подсказывают ей, давай ты будешь новой волной такой. Оппозиция новая. Твой муж ушел, он герой, а ты займи его место. Может быть, кто-то ей даже это подсказывает. Мне кажется, у нее не очень это хорошо получается. И я думаю, что западные СМИ в какой-то момент устанут и не будут ее пиарить дальше. Потому что, ну, она не будет в этой роли. Не идет ей эта роль. Как я думаю. А там, там я не знаю. Но иногда, знаете, на этих новостных политических каналах западных СМИ проскакивают короткие новости. И они отличаются от общей такой программы. Просто живые и интересные новости. Про жизнь людей. Мне, например, это тоже интересно смотреть. Грузовик чуть не упал со 100 метровой высоты с моста в реку. Но Ангел сохранил, судя по всему, этого водителя. И его доставали из этой кабины просто на огромной высоте. Реально, как в фильмах. Вот эта миссия невыполнима с Том Крузом. Посмотрите на это. Просто нереальное спасение в Луизиане. Огромный грузовик. Грузовик почти упал с моста и повис на огромной высоте Огайо-река внизу. И, конечно, спасатели просто боролись за жизнь водителя, который чуть не упал туда вниз. Давайте посмотрим на эту миссию спасения. Практически как в фильмах Том Круза. Я вижу человека в кабине. Он живой, надо спасать. Огромный грузовик. Грузовик практически упал, но повезло, он не упал. И спасатели спускаются на канате и пытаются вытащить водителя. Вот они двоем уже. Это очень было сложно. Повезло, что грузовик не упал. Это была просто случайность. Водитель грузовика оказалась женщиной. И вот ее вытаскивают. Они висят вдвоем со спасателем на огромной высоте. Все очень опасно. Она молилась очень сильно. А я вместе с ней молился. Мы вместе молились там на высоте. Грузовик пробил ограду и летел вниз из-за большой аварии четырех машин на мосту. И вот, наконец-то, спасателя и водителя вытащили обратно на мост. Все хорошо. Я когда добрался до нее в кабине, она была очень спокойна. Она позволила мне делать все, что нужно было и помогала даже мне. Короче, было очень сложно, но мы справились. Еще несколько человек были вовлечены в эту большую аварию. Одного доставили в больницу, другой в реанимации. Реально повезло водителю. Еще бы чуть-чуть, и грузовик упал бы в реку, и водителя не было бы. Вот такие две разные новости. Я посмотрел буквально пару часов назад и подумал, интересно, совершенно разное восприятие. Одни и те же западные СМИ, про Юлию Навальную пытаются что-то так, знаете, из себя выдавить, пропиарить это все, преследовать какие-то свои цели. Ну и идет, как идет. А когда говорят про реальные проблемы, реальные случаи, то совершенно другое восприятие. Ну, как по мне. Так что вот так, ребят. Продолжение следует...